здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева в начале августа этого года я побывала в сталинграде пару лет назад я сделала несколько серий по допотопному сталинграду в том числе я обнаружила один из каналов волгодон засыпанный канал то есть допотопный канал в этот раз я поехала уже удостовериться в этом плюс сделать исследование по допотопному газопроводу по царицынской линии но и у меня была еще задача побывать на могиле були королевой о чем я сделаю отдельный ролик и конечно же в сталинграде по закопанным домам это одно но нам встретилась удивительная уникальная женщина она сама является дочерью еще более уникальной женщины которая прошла всю войну которая была здесь в ленинграде которая жила здесь до войны в ленинграде которая закончила на дальнем востоке войну то есть когда все закончили в берлине они еще бы воевали с японцами вот такая уникальная женщина жива и 98 лет но обо всем по порядку не могу не показать это потому что многим советским эта информация будет очень интересно это получился экспромт иногда мне кажется я вот слушал запись что я перебиваю эту женщину так что прошу не обращать на это внимание потому что я сама не знала что я услышу с кем я познакомилась и мне хотелось самой задать вопросы и все здесь квартал именно такие сталинки идут вниз в принципе до потопыше прямо античный город так что то там рассказывать моему мужу вот и но вот мои такие Такие смутные детские воспоминания. Вопрос был, что... А здесь вообще все разрушено было. Разрушено, как бы на старых. Вот мельница герпакта. Извините, как вас можно отборить? Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна, очень приятно, Юрий. Вот просто по спинам, вот район тракторного, тракторного завода ставится в Сталинградске, что вот разрушенные дома, частью целевших квартир первого этажа, допустим, все равно там жили люди. Конечно, а куда им деваться? В 1956 году, понимаете? В 1956 год. То, что обрушилось, то обрушилось. А тут они хоть как-то вот что-то восстановили. Ну, кстати сказать, на тракторном еще дома старые, островы какие-то. Оставались, да? Да, вот остров. А потом вот это уже все восстановлено. И там жили, ну, их комбинатами называли такие дома. Не знаю почему, но комбинатами называли. Вот, и квартира, это две вот такие квартиры, и каждая имеет три комнаты. Двенадцать метров, ну, там плюс, ну, какие-то еще ноль с чем-то. Вот, пятнадцать метров, шестнадцать, вот так, и двадцать метров. Вот эти три комнаты. И в каждой жила своя семья. В каждой комнате. В каждой комнате. Ну, да, как коммунальные уже было. Коммунальные. А там подвалы были? Там можно было скрыться в подвалах? Да. Есть подвалы, да? Где-то были, а где-то не были. У меня мама вот участник войны. Она вот воспоминания свои, ее часто показывают по телевидению. Чумаченко Валентина Ануфриевна. Вот, можете зайти прямо. Она жива, да, у вас, мама? Да, она жива. Вот видите, вышла прогуляться. Еще раз скажите, я обязательно зайду посмотреть. Чумаченко. Чумаченко? Валентина Ануфриевна. Ануфриевна. А отец Дмитрий Александрович. То есть у нее есть воспоминания, да? Да, 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 ее часто это самое. Что-то не прилипнет. Так, и что вы хотели сказать про подвал? Вот, ага, а что я говорила? Что вот были, где-то в некоторых, вы говорите, мама говорила, что где-то были подвалы, скрывались люди во время войны. Да, вот они войну встретили здесь. Вот 23 августа бомбили, они были здесь, на Тракторном. Вот, в Волгограде, я имею в виду, не в центре города, а на Тракторном. И она говорит, вот в нашем комбинате подвала не было, а мы бежали в соседний. Там у них был подвал. Они прятались там, в подвал. Ну, люди не могли вот повезти. То есть у вас мама пережила вот эти бомбежки, войну? Ой, ну надо же, а? Она пережила, но она, школа уже у нее закончилась, ну, сами понимаете. Сколько ей лет было? Ей было тогда 18 лет. Она пошла на курсы медсестер. А потом в госпитале всю войну была. И вот поскольку госпиталь стоял под Иловлей, волгоградская, он как бы участвовал в волгоградской битве. И она, как участник Сталинградской битвы, прошла в нее медаль за оборону Сталинграда. Ее приглашают везде. Отмахиваюсь уже от журналистов все время. Мало же осталось таких. Она еще может говорить. Она хоть не ходит, у нее перелом шейки бедра, вот два года назад случился. Она лежит. Но говорить, она восстановилась. Говорит, память у нее восстановилась. Ну, что-то забывает, а что-то помнит. Ее в ноябре будет 98 лет. Уникальная женщина, просто уникальная. Действительно уникальная. Поэтому я вас и отправляю. Посмотрите, если в Волгоград ТРВ, там есть о ней вот прям несколько сюжетов. А вы сами запишите тогда, вот если ну не журналистом, или у вас есть эти все записи с мамой? Знаете, я сейчас их собираю. У меня есть архив семьи. Еще когда отец был жив, у меня еще тот записанный архив семьи. Вот. Ну, честно говоря, я сама травмирована была. И я настолько отошла от всех этих современных средств. Вот сейчас вот я вхожу опять. А сами знаете, в нашем возрасте уже не поработал и забыл. Даже забыл, как включать. Потому что это жаль, если это уникальные такие сведения, они уйдут. Надо обязательно сохранить их для потомков. Мы собираем это все. У сына... Сын занимается, да? Сына отправляю. Вот. Всех журналистов. Ну, хорошо, что у вас есть тоже кем помочь, чтобы вам помогли. Да, да, да. Даю его адрес. Говорю, Женя, собирай наш архив. Сын. Есть о чем вспомнить. Есть чем гордиться. Это уникальность, чтобы пережить такую... То, что творилось здесь. Ордена медали отца. Я их оформила. У меня такой есть стенд. Его ордена медали. Он и Александра Невского, и Александра Суворова. Его дважды представляли к званию Героя Советского Союза. Но язык мой враг. Я говорю, длинный либок. Почему? Сын жесткий. Ну, что-то не так сказал генералу. Что-то не так сказал, да? И не дали звание Героя Советского Союза. И не дали, отменили, отложили. Честный человек просто, да? Да. В боях под Прохоровкой он был. Он участник этих боев. Как он... Я с детства помню, когда он рассказывал, я его боялась. Я его просто боялась. Когда он вот так кулаком стукнет, выпьет немного, стукнет кулаком. Все аж разлетается. И как, говорит, мы ехали на танки. На них наезжали. Вот так и разворачивались. Это какая сила воли должна быть у человека? То есть на немцев, да? Вот он раздавливали там. Как они наших. И они наших, а на этих как утюжили. Вот они когда посмотрели, как наши утюжили. И они так же. Естественно. 100 грамм боевых им нальют. Из людей делали зверей тоже. Да, да. Потому что русский человек, он в принципе миролюбивый. Рыдал, рыдал. Какая травма. Вы говорите, у меня мороз по коже бежит. А я вот ребенком была. А вы это слушали, да. Я его боялась. Да, понятно. Я пряталась куда-нибудь и боялась его. Вот потом уже я стала его понимать. Вот прошло осознание. Я вот уже пережила отца. И уже пришло другое осознание. Как это было. Это страшно. Это действительно страшно. Его танк первым по улицам Киева прошел. Когда немцев освобождали, да? От немцев. В истории Великой Отечественной войны. Третий том. Взятие Киева. Вашего отца танк первый прошел, да? Да, да, да. О нем вот абзац написано. Ну, он действительно герой Советского Союза, ваш отец. Тамбат Чумаченко. Чумаченко, да. Его танк первым прошел по улицам Киева. Ему тогда тоже звание героя Советского Союза. У него на, как он говорил, на танке сидел разведчик Шалуденко. Шалуденко дали звание. Он погиб. Сами понимаете, на броне. Конечно, погиб человек. Конечно. Вот. А тот, кто внутри остался... Как они это пережили все, ваши родители. Это просто уникально. Просто вот, не знаю, как ангелохранители хранили в такой мясорубке, как Сталинград. А я еще хочу на могилу Гули Королевой. Вы знаете, наверное, Гули Королевой тоже? Гули Королеву я знаю. Где могила, я даже... В Паншино. Вот мы туда еще тоже заедем. Ну, в Паншино. Это моя детская мечта. И кладбище большое там. Все. Спасибо. Вы знаете, вот вы будете ехать по Волгограду, там, где вы увидите башню танка, там это была линия обороны. Вот по первой продольной, по проспекту Ленина будете ехать. Это была линия обороны, да? Это линия обороны. Башня танка, линия обороны. То есть он очень близко подходит. Ближе всего остров Людниково. Это на Красном Октябре. То есть они в сам город, они не вошли, но они его весь разбомбили, да? Ну, как не вошли, они вот здесь вот были. Или уже вот здесь вот были. Вот дом Павлова, они же дрались. А, да, да, да. В одном доме были. В одном доме были. Вошли, вошли. Дом Павлова. Они были здесь. Они не вошли в Кировский район. Они его для себя берегли, потому что там Волгогресс, Сталгресс был. Это тепло. И рядом... А, то есть они вот это не бомбили все, да? Нет. Они вот это место, они не бомбили, они берегли. Завод Кирова. Они тоже мало бомбили. Они бомбили дальше. И мирных жителей там. Конечно. А какая им разница? Мирные они жители. Нет, они все... Нет, так они... Правильно, они... Это Геннадзе и дом, да? Им вот ведь именно мирных жителей... А это они инфраструктуру, они для себя оставляли. А это они оставили. Они хотели там перезимовать. И, кстати сказать, подписывался факт о капитуляции именно в Кировском районе. Потому что там были неразрушенные дамы. Вот дом, в котором жили родители моего мужа, на именно поселок Сталгресс, они живы, эти дамы. 90 с лишним лет им, знаете, подшаманили немножко. Все, внутренности поменяли. Эти самые... То есть эти дома до военной еще были, да? Военной, да. 90 с лишним лет. Кировские? Кировские, Кировские, вот. Я к маме переехала, когда она слегла. Я там мужа оставила одного. Приезжаю покушать ему, приготовлю. И он вот... Едет, когда транспорт, поезд едет, то дом трясется. У меня там хрусталь стоит, эти самые. Я уже их так поставила, чтобы расстояние было. Вот те дома, они без низов. Так. Без низов, потому что там болото. Там болото. Ергенинские высоты, и там эти самые источные канавы, обводные канавы. А те, которые... Дуна и вонючие. То есть у вас, получается, часть дому стоит не на фундаментах, она вот на ленточном... Вот там стоят, без фундаментах. Да, да, да. Там подвалы есть. Ну, в смысле на ленточном фундаменте, на простом, на глубоком. Я не знаю, какой там фундамент... Волота, скажем, что сваи-то есть какие-то, но без нулевого этажа. Да, да, да. Без нулевого, да. У нас... Ну, видишь, как интересно, есть дома. Вот здесь вот сто процентов есть подвалы? Здесь есть. Да, здесь есть. Здесь есть. Я это вижу тоже. Здесь есть, да. Здесь они есть. Я вот сейчас туда пойду, улица Соколова, так там... Ну, вот они вот этот цоколь. Но этот вообще современный дом. А вот Чуйкова 37, это вообще элитный дом. Он был построен 20 лет назад. А что там до этого было? Пустой? А я не помню. Не помню, да. А вон промежуток. Ну, здесь вот жил, ну, из известных, у кого вот я знаю, у нас. Мы руководители нашего драмтеатра, тут артисты жили. И они стали давать ветеранам. Ветеранам органы давали. И ветеранам воюют. Или как? И вашим родителям дали тоже. Моим родителям, да, в шестом этаже. После того, когда народ здесь стал бунтовать. Когда здесь демонстрации пошли, чтобы заткнуть рот, вот дали ветеранам. Вот они когда уже начали все это дело. Да, это было. Спасибо вам огромное за ваш рассказ. Входа в вододатской канал. Вот это было бы здорово. Там был памятник Сталину огромный. Сейчас такой же точно памятник Ленину. Но его не снесли. А Сталина снесли, да? Памятник убрали. Поменяли. Это место поменяли. А, Ленина поставили. Все понятно. У нас вот здесь памятник Ленину. А Сталина есть все памятники? Нету в Сталинграде, да? Ну, появится, я думаю. Скоро появится. Не знаю. Появится. Народ уже истребует это дело. Ну, что мамы спрашивали и у меня. Как вы считаете, надо вернуть имя Сталинграда или нет? Я в свое время, когда вот нас переименовывали в Волгоград. Я была такая противница, ярая. Вот ярая. Ну, и молодая была, и, знаете, мы все по молодости. Очень резкие, выступала и все. А сейчас я говорю, а зачем тратить на это деньги? Вот и только за денег, да. А мы так его зовем, что ли? У нас он становится Сталинградом во время Сталинградской битвы 2 февраля и 9 мая. Два дня там, два дня там. То есть в этом смысла нет переименовывать. Не имеет смысла. А вот памятники вернуть надо. Памятник. Вот здесь память, чтобы была. Это самое главное, да. Ну, вот чтобы дети, когда подрастают, когда они спрашивают, а это кто, а это кто, то есть это тоже нужно. Он мобилизовал, вокруг него мобилизовался народ. Так это основное. Он не только это сделал, он подготовил. Я сейчас изучаю эту тему. Это, во-первых, надо пройти сквозь вранье Хрущева и Жукова. И дальше мы видим, что там он сделал очень много. Да, так они его просто опустили в грязь. А за счет кого мы все продвигаем? Это закон Курятника. Знаете закон Курятника? Нет. Или у ближнего? И как именно? Ну, это не у всех. Вот опять-таки, значит, они все-таки не наши люди. Потому что не у всех этот закон Курятника. Вот я не живу по законам Курятника. Вот те, кто туда выбивается, выбиваются вот так. А так надо кого-то вытолкнуть. Это определенная психология. Чтобы занять это место. Да. Вот и все. Одни, которые в силу своего интеллекта, в силу своих знаний. Воспитания, благородства души. В силу своего характера. Да. Понимаете? Они не будут это делать. А другие будут. Более низкие, более... У которых нет таких талантов, таких возможностей, такого ума. Оно есть хитрость и желание власти. Есть цель. Развиваться. Поднять свою самооценку. Вперед. Мы договорились о встрече с Людмилой Дмитриевной и ее мамой. И встреча у нас состоялась. Снимала. Очень было мне интересно познакомиться с этой женщиной. Уникальной с ее судьбой. Ну, подведя вот такой предварительный итог, что мы выясняем по Волгограду, по вопросу допотопа, вопросу того, откуда эти здания, фундаменты их. То есть, часть зданий без глубоких фундаментов, без подвалов. Они стоят, ну, как бы на ленточном фундаменте или на своих, я пока не знаю. Ну, а часть в городе зданий сталинок, старых. Ну, как вот Людмила Дмитриевна говорит, что 90-х годов они могут быть, то есть, их фундаменты, подвалы, они могут быть гораздо старше. Потому что мне присылали люди к тем моим предыдущим фильмам по Сталинграду. Мне присылали комментарии о том, что под Сталинградом тоже так же, как и по другими городами, есть подземелья, есть подземные города. Я сама это делала в своих фильмах. То есть, под Сталинградом есть подземные культурные, исторические слои, как говорят осторожно, как говорят краеведы, археологи. Таким образом, там тоже есть подземный город. Если мы наберем поисковой строке подземелья Сталинграда, то у нас выйдет масса информации о том, что под Сталинградом, безусловно, есть и катакомбы, и подземелья, и советские, и вермахта. Это как бы не знаю, не знаю, это все надо смотреть, читать. То есть, они есть, вот масса-масса информации. И там даже экскурсии водят. Вот они, эти подземелья. То есть, точно такие же подземелья, как и везде. Благодарю за внимание. По Сталинграду будет несколько сюжетов, в том числе по допотопному Сталинграду. Не все сразу, пока у нас идет тема по войне. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за ваши интереснейшие комментарии. Благодарю вас за помощь каналу. С вами была Галина Конышева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok